Истребительная авиация в Приморье получила новые самолёты. Под Владивостоком на дежурство заступили модернизированные перехватчики МиГ-31БМ. Самые быстрые боевые машины в воздушно-космических силах достигают скорости 3000 км в час. А в Хабаровском крае осваивают новейшие истребители Су-35С. По характеристикам они максимально приближены к образцам пятого поколения. Их отличительная особенность — сверхманёвренность. Репортаж Руслана Бекбулатова. С этого дня в постоянной готовности. Новейшие многофункциональные истребители Су-35С заступают на боевое дежурство. Первыми в стране их принимают лётчики истребительного авиационного полка в Комсомольске-на-Амуре. Задача простая, в то время сложная. Здесь экипажи находятся круглосуточно. И при возникновении не только выполнения боевой задачи, а любого форс-мажора, в том числе и оказания помощи экипажам, терпящим бедствия, это также задача дежурных сил. Первый вылет по учебной тревоге с первыми лучами солнца. Сразу после торжественного построения. На подготовку у техников уходят считанные минуты. Через мгновение лётчик в кабине самолёта Су-35С разгоняется по взлётной полосе и отправляется к условной цели. Накануне перед заступлением на боевое дежурство к самолётам были подвешены авиационные средства поражения. Всего же Су-35С мог отнести до 8 тонн вооружения. На точках подвески располагаются до 12 бомб или ракет по 4 с каждой стороны, ещё 4 по центру. А в фюзеляже скрывается 30-миллиметровая пушка. Незаменимое оружие в воздушном бою. Су-35С способен обнаружить и уничтожить противника на расстоянии до 400 километров. Огонь может вестись по наземным целям, самолётам, кораблям, подводным лодкам. Причём одновременно. Истребитель поколения 4++. По своим возможностям и характеристикам он ближе всех подобрался к самолётам пятого поколения. В мире больше нет другого самолёта, который, как этот, мог бы совершить разворот на 360 градусов горизонтальной плоскости без потери скорости. Или в условиях воздушного боя сбрасывать скорость 600 километров в час почти до нуля. Или зависнуть в небе на 8 секунд. 8 секунд – это вечность в условиях воздушного боя. Но всё зависит от того, как начинается воздушный бой и в какой позиции ты находишься. За счёт применения вектора тяги можно выполнить выход в наиболее выгодное тактическое положение за гораздо меньшее время. Соответственно, уйти от атаки истребителя противника. Все возможности этого самолёта ещё только предстоит изучить. Вылеты лётчиков по учебной тревоге будут продолжаться в ежедневном режиме. Руслан Бекблатов, Алексей Шиян, Вячеслав Лукашенко. Первый канал. Комсомольск на Амуре. Хабаровский край.